так значит насколько я помню отчеты сейчас посмотрим данные персонажи да я лорд великое княжество ииров мои владения джеки шарист известность 1284 право направления врагов током и мир лакем друзей зато целая куча и так насколько я помню насколько я помню значит значит опять же отчеты посмотрим и посмотрим отношения фракций да вегиры ни с кем не воюют и продолжим путешествие посмотрим наш отряд отряд у нас 121 человек свадийские конные ополченцы свадийские легкие всадники леди тамара леди тамара порядке 73 людолова значит мы атакуем вот этих вот дезертиров свадийских всадников свадийских тяжелых всадников тут у них ну всякой другой свали которые не набрали из других отрядов тут у них есть людолова 8 сокрушители охотники плену охотники за головами до атакуемых крути у меня кто-то готов повышению я все-таки успею перед самой перед самым боем по повысить конных ополченцев для легких садников легких садников до свадийских садников готово все когда я разберусь вами вы пожалеете что бросили армию мы атакуем этих дезертировать 65 человек тяжелые стрелки пусть атакуют ради бога так 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 в так а так все-таки спешусь наверно и возьму секьюру что-то надоело мне на этой медленной лошади крутиться вот это саранидой убил это саранидки-то хотенец бы отличная вещь любимая секира венда а а а а а Ух ты! Ух ты! Всё, мы поведели. У нас тут трое раненых, а у них 47 убито, ранено 17, их тут один сбежал. Свадийские всадники, тяжелые всадники, тяжелые пехотинцы, грабитель-бандит, сараницкий пехотинец, вирский копейщик. Здесь у нас есть слюдоловы, сокрушители рабов, охотники, надсмотрщики, охотники за головами, конные стрелки и всадники, охранники каравана 10 человек, тоже хорошо. Такие хиргидские конные лучники, вот мерген есть, стражники есть, радокские обученные арбалетчики, свадийские мечники, свадийский сержант, хозяева караванов, тоже неплохо. Караульные, хиргидские всадники, арбалетчики, разбойник и бандит. Все готово, и доступ к вещам, ну, у нас тут и вещей так нормально. Значит, вот этого нам, мы, конечно, себе обязательно возьмем вот эти вещи. Вот это нам уже не угодно, большое кавалерийское копье, это хорошо, хорошо, очень хорошо. Нам надо большое кавалерийское копье, но все остальное, наверное, будем продавать. Ну, не знаю, наверное, еще хиргидские стрелы потом заберу. Так, отряд, и кто у нас тут? Кому мы там все сбрасывали? Сбрасывали мы все, по-моему, Досону. Поговорим с Досоном. На твое вооружение и снаряжение посмотрим твое имущество, Досон. Да. Да, сбросим то, что нам надо, Досону. Вот еще вегерские стрелы, не вегерские стрелы мы сбросим не Досону. Рыцарский щит возьмем на всякий случай. Ну, а все остальное будем продавать. Не важно, а стрелы мы сбросим Ави. Да. Вот так вот. Не важно. Так. Ну, ехать я буду, конечно же, в Шарис. Оставлю какие-то так. Хоть охранять. Чужое барахло будешь охранять в Садийский ссадник. Посбрасываю там. Кого продам, кого просбрасываю, кого отдам в это самое. В наем. Вот караван едет. Прекрасный караван. Сейчас мы ему продадим барахло. Хочу с тобой торговать. И поторгуем с караваном. Куяки какие-то кожаные сапоги. Все такое. Вот это щиты вегерские. На 2 900. Нормально. Продолжим. Значит. Стоп. Караван то стоит и караван. Караван. Куда хочешь. Кого хочешь выбирать. Я могу сдать. Отдать в наем нескольких воинов. Хорошо. Кого же я ему отдам. Я ему отдам. Судистского мечников. Два человека отдам в наем. Сколько это воинов. Ну. Хиридский всадник. Конный лучник. Нет. Сержантов отдам. Я в наем нескольких воинов. Родовских обученных. Арбалетчика отдам. И еще. Ну. Кого. Бандитов я ему отдам. Конечно. Караульных отдам. Разбойников отдам. Стражников отдам. И арбалетчиков отдам. Надо и тех арбалетчиков. Что в шаризе. Тоже кому-то отдать. Так. Всадников тоже отдам. И иконных стрелков тоже отдам. Все. Уйти. Посмотрим на свой отряд. Что у меня. А. На свой отряд. Причем здесь игрок. Я на отряд хотел посмотреть. Ну. И что. Кто у меня тут остался. Свадийские всадники. Которые будут наемниками. Ну. Вот. Это будут будущие все. Людоловы. Это хиргидские наемники. Хозяин каравана. И. Да. Ну. Все. Готово. Я еду. В шариз. В шариз. Я. В общем. Наберу. Наверное. Выберу. Из. Гарнизона. Тех людей. Которые мне не нужны. Настройки мода. Настройки мода. Да. Настройки мода. Предпримем действия. Некого нам тут. Подолжить путешествие. На. В шариз и в шаризе. Двенадцать с половиной тысяч я получаю. Доходов. Шариз приносит много доходов. Да. Так. Отчеты. Недельная смета. В шариз. Продолжить путешествие. Желательно бы. Значит. Приехать быстрее. Чем. Этот. Родокский. Караван. Потому что. Сейчас. Я этому. Каравану. Продам. Этих самых. Тех. Людей. Которые. Мне не нужны. В гарнизоне. Тут бегает. Уже. Какое-то местное. ополчение радокс к так значит управлять гарнизоном ну и я дам здесь значит хирийских всадников хозяина каравана наверно отдам мергена отдам хирийского конного лучника пусть это сам охотников за головами нас мотощиков охотников за сокрушителей свадийских всадников свадийских легких всадников этих всех отдам и значить в тавену зайду продам пленных нескольких пленных которых я продам продам так наверно все таки спрошу у него я по моему не уже брал бойцов у него есть горожанки и горожан не надо мне горожанок и горожан так прощая должен покинуть тебя на управлять гарнизоном так теперь я должен посмотреть мне надо с кого-то снять и леди там мария значит это самое рыцарскую броню катрин дешеви то у нас там еще есть где-то клетти было клетти клетти есть нет нету значит есть только у катрин катрин леди тамара но сейчас посмотрю какие у нее статуи в леди тамара и тогда сниму с катрин все что можно и отдам ей так а здесь сейчас все надо меня набрать тех которые мне не нужны и тут конный налетчик грабитель караванов сараницкий дезертир охотник за караваном охотники за рабами не знаю наемные конные лучники в общем не хотелось бы их отдавать конный арбалетчик это понятно что этих я не отдам тут удалова всего 37 человек конные воины понятно что не отдан конный наемник конный страж сестра меча латник тяжелый пехотинец тяжелый мечник бронированные секирщики хускарлы но не знаю отдавать этих всех ребят или пусть будут пока пусть сидят все равно мне нужно будет ну если сейчас допустим объявят войну этим самым хотелось бы чтоб конечно объявили войну саранидом но я думаю что все таки война будет объявлено кому-то типа готова уйти отряд отряд и тут я посмотрю напомню себе какие значить у леди тамара на так о твоих навыках леди тамара восемь силы как раз восемь силы по моему нас значит это все стоит так продолжим готова вещи девять силы надо на рыцарскую броню надо девять силы у нас значит только один хлеб в лагерь повозка походным арсеналом нам надо набрать какой-то еды потому что один хлеб это низкий этот самый боевой дух поколите тамара поэзи так в общем собственно говоря я не знаю чем мне сейчас заниматься мне надо сейчас ну просто тупо пережить это время бегать значит где-то кого-то ловить убивать прокачивать естественно свою вот эту бригаду которая у меня есть готово ну поедем будем искать каких-то дезертиров будем ловить каких-то там морских налетчиков значит не знаю каких-то бандитов пока наш этот самый великий князь яроглег не объявит кому-нибудь войну задание мне же никаких нету то я вообще не особый такой любитель выполнять задания хотя здесь можно набрать конечно съездят караваны все прекрасно но мы наверно поедем туда значите к этому самому кривочегу где-то туда на берега моря где будем там бороться а значит с морскими налетчиками скорее всего так заедем в нашу деревню джаек которую мы не можем не нашу более поменять кроме как я не знаю ну она там круче плохонькая у нас деревня это джаек заметки богатая вообще-то а ну-ка надо посмотреть деревню я хочу поменять на деревню можно поменять на деревню которая у тут около шариза очень богатые очень богатые деревни около шариза поэтому никто не захочет они хотя бы должны быть равны по это самое по своему как сказать по богатству чтобы были бы две богатые деревни 1 2 богатая непонятно что если сейчас объявят войну значите вот яроглег объявит войну с водистских легких всадников 17 человек мы можем и взять мы наверно наймем этих 17 человек с водистских легких всадников и посадим какую-нибудь этот самый лагерь тут пусть сидят и тренируются королевство роддока объявили войну королевство нордов присоединяйся ко мне за 2 720 этих самых значит денег когда радианских мы набрали наняли себе 17 этих самых свадийских и так значите так и так и так и здесь мы так на рыночную площадь торгуются оружием каленые двухшипные стрелы неплохая штука мы купим у нас есть отбалансированный двухручные мечи мы его возьмем рыцарские шестаперы мы брать не будем будем брать только тяжелые тяжелые рыцарские шестаперы так но больше здесь в принципе нечего брать так значит доспехи с доспехами тут тоже так себе с лошадьми ну и разные товары но разные товары у нас пока что есть нам это не надо так уходим в общем значит поговорим кому мы дадим стрелы плюс 7 а ну-ка хана поговорим с ханой на твое вооружение снаряжение у нее плюс 7 стрелы а катарина поговорим с катариной на твое вооружение снаряжение у нее тоже плюс 7 стрелы у саманты наверно у них у всех сейчас еще моли проверим на всякий случай моли поговорить на твое вооружение снаряжение тоже плюс 7 поэтому эти стрелы хорошие стрелы повозку с походным марсиналом бросим да и все пусть там лежат а вот меч двухручные мы дадим кому-то из наших лучниц у нас у амбры есть вот у шары надо шары надо дать поговорим с шарой на твое вооружение снаряжение у шары каленый свадийский двухручный меч мы не будем именять каленый лорена поговорим с лореной на твое вооружение снаряжение у нее большой двухручный меч конечно длинный у этого урон поболее конечно и скорость поболее почему дадим лорене на длинный мир сбросим амбри все неважно готово поедем где-то туда значит замок джерби замок альбрук альбург этот едем туда там оставим этих 17 садийских легких всадников и будем бороться с мужскими налетчиками если они там есть потому что сейчас будем говорить вот у нас уже есть у леди тамары будет 9 силы леди тамара поговорим с ней так любимая расскажи мне о своих навыках как у ней будет 9 силы и у ней что мы можем дать мощный удар можем дать готово и по моему я по моему я и это самое 40 удар а ну-ка твою имущество тяжелый рыцарский по моему где-то была какая-то вигерская сабля а ну-ка продолжим путь свадийский легкий 11 свадийских всадников свадийские наемники нам очень пригодятся так сейчас мы посмотрим в лагере повозка с походным арсеналом да каленый каленый булатный меч вигерского всадника у нас есть булатный меч так вигерского усадника где-то тут еще был какой-то булатный меч так у кого-то был этот каленый ну дадим вот этот ей вот этот каленый каленый булатный вот этот ей дадим такой чтоб надо выкинуть например вот этот доспех саранистского султана он хоть и наверное дорогой будет но он абсолютно бесполезен и не нужен продолжит путешествие в отряд и значит нас где-то нас леди тамара леди тамара поговорим с ней на твое снаряжение и дадим ей вот этот булатный каленый меч ну понятно что он длиннее длина 110 у него скорость побольше у этого скорость 100 и 105 здесь урон 40 а здесь 49 плюс бонус против блоков противников конечно прекрасная прекрасный прекрасный меч вигирский по повозке с походным арсеналом саблю сбросим сюда конечно продолжить путешествие и поедем себе дальше местное ополчение сейчас покажу в деревню заезжают какие то есть норские лучники норские лучники ветераны их надо бы нанять что там такое ну это лизалит рассказывает как он пытался навести дисциплину замки эсмирала но это обыкновенная варбантовская чушь круче мы можем когда-то будем защищать крестьян хрен с ними лучник с лучниками да все все погнали в атаку даже не будем сажать конкурку сражаться надо иначе твоя уйдет начнет пасть на а а а а а а а да а а а и пытается копьем лучше крестьянина благодарит а мы возьмем этих нурских лучников которых мы в общем то продадим в рабство тут возьмем у нас тут есть пару ну все остальное там то в общем мы не будем все все это продадим нам это не надо сейчас мы поедем в тренировочный лагерь там продадим маркетанту всю эту фигню которую мы набрали замок альбург дуру здесь эту дуру наверно так войдем в лагерь поговорим с тренером поговорим о моих войнах дадим с ладийских всадников из ладийских легких всадников так вот и дадим мне пора идти прощайте и пойдем к этому маркетан в котором продадим шматьё продадим все ничего не будем оставлять ни нурских боевых луков ничего у нас уже достаточно луков достаточно всего в общем у нас уже даже предостаточно всего остального все мы конечно можем поплавать по морю повоевать ну значит наверное не у нас просто отряд который не подходит к тому чтобы плавать по морю ну да начать это самое посетим таверну но здесь нету не круче этих самых и так понял разведчик разведчик нам не нужен на рыночную площадь торговец оружием нету этих самых как как вот балансированный булатный меч скорость 108 длина 110 тяжелый маргинштерн тяжелый маргинштерн конечно надо бы взять и мы его возьмем значит а все остальное такое дело уже но нам некому хороший меч нам в общем некому давать леди тамара уже есть и сшила на мыло в общем менять доспехи вот рукавицы плюс 12 и мы их возьмем имеем возможность почему не взять живу покажу не платишь тут за все гарнизоны отряды но так еще пока то можно себе позволять всякие вольности уйти в лагерь и повозка с походным арсеналом здесь мы значит но здесь есть уже тяжелый маргинштерн остальные болты рукавицы продолжим путешествие так понятно что здесь поубивали всех морских налетчиков их просто тупо нету гиры болтается без дела поэтому то ханство и свадия заключили мир ну значит сейчас будет уже с кем-то война это в общем хорошо ходники за головами я говорю ну их просто выбили сейчас сейчас их нету ну и в этой версии мод мода у короче отряды и лордов и усилились по сравнению с предыдущими не сильно но усилились этого как раз хватает для того чтобы расправиться со всеми разбойниками с разбойниками нынче тяжело тяжело ну поедем в верчег посмотрим там что делается в верчеге пока еще не по это самое не воюем с нордами посетим таверну в верчеге проводник стоит нам не нужны проводники у нас уже икон их разведчиков выше выше крыши так плены хочу продать продадим можем взять конечно у него нанять еще людей надо бы надо наверно наймем охранников каравана и нас мочков за рабами готово прощай я тебя должен покинуть на рыночную площадь торгуется ружем крепкий боевой лук рыцарский шестапер отбалансированная пика это нам все не надо мы это покупать не будем доспехи посмотрим благородные накладные по ножи лошадьми у нордов понятно как и у родуков с лошадями очень плохо так ну все вот у нас есть охранники каравана с которыми поговорим такая получается у нас серия кота короче какая-то такая вяленькая потому что живу надо кого-то искать с кем-то сражаться где-то бегать кого-то ловить сейчас зайдем джоек и посмотрим что делается в нашем джоеке так ну поуправляем этой деревне у нас есть мельница здесь поместье мы строить не будем можем построить школу конечно староживую башню то староживую башню мы построим продолжить набрать добровольцев вирских кметов наймем их гвардию посмотрим защитников деревни у нас тут ладни крестьянин крестьянка тяжелые копейщики копейщики защитник 124 такой хороший гарнизончик можно конечно так заберем этих ребяток отдадим за просто перебросим вниз чтобы эти самые впереди были более такие тяжелые эти самые войска если вдруг будет грабить деревню не какие-то стражники первыми в бой бежали там матери семейств ремешники а вот защитники тяжелые арбалетчики тяжелые мечники вот такие вот ребята тяжелые копейщики ладники ну вот крестьянин не можем их перебросить ну да ладно так готово ну и все попробуем купить припасы у них виноград капусту купим такое пусть немножко у деревни будет тоже копеек все собственно говоря так смотрю сделать больше ничего так что у нас тут этот же и как он себя показывает может он за это время стал уже очень богатым он просто богатый для того чтобы он стал очень богатым наверное надо все построить и еще чтоб у него были деньги ну да но теперь мы поедем я не знаю туда где-то по сваде поболтаемся половим как каких-нибудь свадийских дезертиров ну а что делать еще пока что я живу ну можно было поплавать по морю все может случиться не знаю может сейчас и надумаю по морю поплавать детьми тюкала шариза но любимся с ротоками вот есть дезертиры мужские лучники лучники ветераны и родовские тяжелые мечники и здесь вольные стрелки и здесь мои братья ну мы можем сейчас их конечно побить побить да атаковать противника вот вот у них какая-то конница там присоединяются вот где-то у кого-то нет пленных уровень я даже не буду пустевать потолкаться пошуметь помогать это зря участвовать победите учат продолжить и тут у нас есть вольные стрелки лесные братья нам пригодятся вольные стрелки такие ребятки которые в общем хорошие ребятки так доступ к вещам опана и тут у нас есть нагрудничек это уже хорошо это радует у нас есть тут альшпист нагрудник это хорошо это мы возьмем все остальное на продажу конечно так собрать 28 из 32 не знаю поедем куда-нибудь может быть суно съездим давно не были в садийских городах но в этих ну в деревне то были недавно а вот суно там росту но это все не были танцует на имен каких-нибудь гвардейцы у нас немного гвардейцев мало почему-то я нанимаю а ну да во всех деревнях я нанимаю гирских метов если не я не являюсь а вассалом фракции значит я нанимаю только крестьян если я являюсь вассалом фракции то я во всех деревнях нанимаю только бойцов своей фракции ну это в общем то верно и гирский этот самый лорд не может нанять с свадийских этих потому что он у него нету просто инфраструктуры под свадийских так в таверну вот норские наемные лучники может мы их возьмем сейчас так несколько пленных хочу продать норский бронированный радокский мечник мечник готова и мы с ним поговорим о бойцах нам помогает нанять это охранника у нас морщиков за рабами готова прощай должен тебя покинуть и возьмем мы значит норских наемников да хорошо мы берем вас на рыночную площадь торгуется оружием здесь есть балансированный двухручный меч гвардии которую мы конечно тоже возьмем за две с половиной тысячи а почему можем и возьмем ради бога в общем собственно говоря он нам достался с учетом норского барахла которому он достался мастерский боевой лук требует мощный выстрел 8 у нас нету никого с мощным выстрелом 8 лук конечно классный но может взять кому-то но это кого-то надо значить от балансированные длинные письма возьмем это кого-то нас коня саживать кого-то из девок из хану там или кого-то но это не хочется мне саживать с коней конечно лук двадцать одна тысяча то двадцать одна тысяча для меня сейчас не деньги но все-таки это кого-то надо саживать с коня потому что лучницы не скоро доберутся до восьмого уровня это им надо будет как минимум по моему двадцать четыре силы на у них сейчас по 12 это надо 12 уровней нет конечно они не набьют двадцать четыре силы не доберутся до восьмого уровня максимум шум светит шестерка лук до 18 силы но может быть в конце игры кто-то из них значит сможет взять этот мастерский боевой лук ну все чтоб он болтался всю жизнь это самое в смысле всю игру в этом как его в каком-нибудь ящике и мы не будем убрать с доспехами рукавицы черные усиленные латные перчатки десятка можно было наверное взять 7000 возьмем дадим кому-нибудь десятка это не шестерка так лошадь с лошадьми тут тоже него не очень хорошо ну и возьмем меда возьмем колбасу эту возьмем какую-то оливки еще какие-нибудь фрукты возьмем так все уходим и посмотрим что у нас что мы тут нахватывали короче балансированный двухручный меч внутри от это значит у нас тут лорена последняя была по моему вот сейчас мы наталья дадим отбалансированный двухручный меч гвардии на твою снаряжение у натали большой двухручный мы дадим отбалансированный двухручный меч гвардии назад неважно и значит а мы сбросим этот так альшпицы 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 по моему длинный альшпицы кому-то еще не понял опять доспех со мне наверно не один был продолжить путешествие мы сейчас посмотрим кто там из наших джеремус борча больше не надо джеремуса мы посмотрим джеремуса по моему кого-то из них не достанутся десяточные перчатки кому-то это значит не задали залит и мира не на лизалиту поговорим с лизалитом на твое вооружение снаряжение шестерка перчатки вот мы дадим десятку благородные кольчужные большой рыцарской копьем рейнстерн и так далее нормально лизалит такой парень готово и лагерь повозка с походным арсеналом а длинный альшпицы наверно продадим при удобном случае а пусть тут тоже валяется пока видно будет да ну такое значит видео никого мы не поймали никого мы не убили наш отряд сейчас дасона значить твоих навыках дасон 14 сил и тебе дасон можем тебе дать атлетики конечно добавить и добавим ради бога почему нет и опять дасону одноручная все остальное будет набивать сам у нас тут есть уже 5 гвардейцев дальнего круга 10 охотников за головами охранники каравана ну вот и все готово ну на этом наверное это видео будет я буду заканчивать такое вяленькое видео конечно трудно это самое бегать такое нету пока войны надо бегать где-то искать ну отсюда и суну мы на сейчас двинемся в эту самую сторону значит шериза не знаю узкал заедем но будет это все уже конечно ну да в следующем видео на но пока все